Приветствую всех зрителей! В премиумный магазин завезли очередную новинку, это эсминец 6 уровня Галант. Поэтому небольшое видео, обзор для того, чтобы вы понимали, на что этот эсминец способен, какие у него особенности и стоит ли его вообще рассматривать к приобретению. К сожалению, бой без послебоевой статистики, потому что записывал я его с реплея, как-то втыканул я с записью. И, в общем, после боевой статистики в данном видео не будет. Итак, что из себя данный эсминец представляет по характеристикам. У нас 12 тысяч боеспособность, бронирование, ну точнее обшивка же до 16 миллиметров. В вооружениях главный калибр у нас представлен четырьмя одноорудийными башнями калибром 120 миллиметров. Стоковая дальность стрельбы у нас 10,2 километра и можно ее при помощи усиленной огневой подготовкой раскачать до 12,2. Перезарядка 5 секунд в стоке, 4,5 секунды с базовой огневой подготовкой. Поворот башен на 180 градусов 18 секунд. Урон с фугасов 1700 максимальный, 8% вероятность поджога и 2,100 у нас урон с бронебойных снарядов. Торпедное вооружение здесь представлено двумя четырехтрубными торпедными аппаратами калибром 533 миллиметра. Дальность хода у нас 8 километров. Скорость 61 узел. Урон максимальный 15400 и перезарядка в стоке 96 секунд. ПВО здесь всего лишь 2 единицы, пару 12,7 миллиметровых пулеметика, так что про ПВО тут особо говорить нечего. Если кого-то собьете, то это, наверное, подарок рандома вам будет из-за того, что вы играете на данном эсминце. Максимальная скорость хода у нас 36 узлов, это без флажка. Радиус циркуляции 540 метров и перекладка руля 3 секунды. Засвечиваемся мы с кораблей на 6,6 километров, это в стоке, и на 3,4 километра с самолетов. Также, если взять перк на маскировку, то у нас дальность засвета падает до 6 километров. В принципе, по ТТХ ничего такого особенного. Расходники у нас также все стандартные для эсминцев. Это ремка, дымы и форсаж. Так что тут тоже особо никаких нет плюсов. Так кто-то спросит, а что вообще тут есть, чем он хоть премиум-то выделяется. Это ясное дело, что для всех британских эсминцев фишка с потрубным пуском торпедных аппаратов. Это единственное, чем данный эсминец, скажем так, выделяет от остальных эсминцев в нашей игре. Понятное дело, что данная вещь достаточно полезна в некоторых ситуациях бывает. И как раз в этом бою будет демонстрация того, что потрубный пуск в некоторых ситуациях может зарешать. Конечно, самое главное, это когда вы становитесь в дымы, на вас давит противник. Особенно, если это вдруг, к примеру, фуловый линкор, то с классическим пуском, даже узким веером, понятное дело, что в нос ему, скорее всего, зайдет одна, может быть, две торпеды. И со всего залпа вы его просто-напросто не утопите. Он вас задавит, ну а там дальше уже как получится. Благодаря потрубному пуску торпедных аппаратов, вы можете выпустить все восемь торпед ему в нос. И практически любого противника, которого вы встречаете в бою, пускай даже он будет полностью фуловый, вы при помощи данной особенности уничтожите в легкую. Поэтому, конечно, данная фишка достаточно полезна. По геймплею на данном эсминце, у нас есть зона инвиза в два километра, и, скорее всего, данный эсминец больше играется от торпед, чем от главного калибра. Хотя, при помощи главного калибра также мы можем какой-то урон наносить, но все-таки основная фишка здесь восемь торпед, и, конечно, их надо реализовывать. Самый большой плюс, когда вы попадаете вот на подобные карты, где куча проливов, куча игроков, которые в них лезут непонятно на каких кораблях, и вам тут просто-напросто раздолье, домаш не хочу. В таких ситуациях, конечно, Галант зарешает, да, и не только Галант, а любой эсминец. Также по минусам данного корабля в данный момент это то, что, скорее всего, вы на него практически среди ваших британских кораблей не найдете капитана. Возможно, если у вас есть Белфаст, и там посажен отдельный капитан, то, может быть, что-то зайдет с Белфаста, но ввиду того, что британских эсминцев пока что нет, а на британских крейсерах, я предполагаю, что немногие берут базовую огневую подготовку или усиленную, так что здесь не во всем как раз капитан может пригодиться. Также, скорее всего, здесь нужен инерционный взрыватель, а понятное дело, что кроме Белфаста, скорее всего, ни на одном из кораблей британских пока что инерционника нет. Поэтому, возможно, если вы решитесь приобрести данный эсминец, то капитана на нем надо будет качать с нуля именно под данный кораблик, и потом этот капитан уже пойдет на остальные британские эсминцы. Так что в этом еще может быть один из недостатков данного корабля. У меня тут, видите, что по ТТХ корабль стоковый, я имею ввиду по орудиям, потому что ни базовой, ни усиленной огневой подготовкой я ни на каких британских крейсерах не брал. Единственное, что зашло, это маскировка. Поэтому вот такая вот есть также особенность у данного корабля. Выбили мне тут торпедный аппарат, но, к счастью, один успевает перезарядиться. И опять же сейчас увидим, что потрубный пуск достаточно хорошо может себя проявить, потому как если вы выпустили веер, то все направления не перекроете. Здесь миок, а я вроде как думал, что сейчас корабль начнет маневрировать, и поэтому так аккуратненько все возможные пути, куда он может свернуть, откидал, в надежде, что хоть одна торпеда зайдет и его заберет. Но, как видим, даже первая торпеда оказалась правильно пущенная, и миок отправляется на дно. В общем-то, уже 4 фрага, под 80 тысяч домашки. И вот в таких картах, в таких боях с хорошими соперниками, которые вам надаются, конечно, галант себя достаточно хорошо проявляет. Тут уже опустился циклон, и больше в бою я ничего не сделаю. Так что кораблик достаточно средненький, ничего плохого про него сказать нельзя. Так что, если нравится, то можете приобретать, но, как по мне, он все-таки больше для коллекционеров.